Уважаемый суд, уважаемые участники процесса, у меня также имеется фодотайство. К материалам административного выиска нами было приложено особое мнение отдельного члена Центральной избирательной комиссии Саиева Хубека. В настоящее время, в соответствии с нормой 49 административно-профессионального кодекса Крыльевской республики, просим вызвать в зал судебного заседания члена Центральной избирательной комиссии Саиева Хубека-Облавековича для отдачи показаний. Закончили. Вопросы будут по заявленному заказу? Вопросы только. Дополнения. Прошу вас разрешить еще по другим причинам. Центральная избирательная комиссия это коллегиальный орган. И решение она принималась не только не единогласно, но один из членов Центральной избирательной комиссии, он прям письменно внес особые вопросы. Дополнение, которое мы считаем, что заслуживает того, чтобы для полноты объективности рассмотрения данного дела, быть услышанным его позицию здесь тоже, для полноты рассматриваемого дела. Присаживайтесь, пожалуйста, поддерживайте заявленное ходатайство. Пожалуйста, мы считаем, что нет необходимости приглашать члена Центральной избирательной комиссии Саиева Хубека-Облавековича. В связи с тем, что согласно закону об избирательных комиссиях, а также согласно регламенту Центральной избирательной комиссии решение принято. Особое мнение вместе с решением Центральной избирательной комиссии, как положено на сайте Центральной избирательной комиссии опубликовано, я могу представить заверенную копию. Представители поддерживают? Мнение председателя? Мое мнение я также поддерживаю Центральной избирательной комиссии, так как Центральная избирательная комиссия коллега и Дорога. Ваш честь, в данном случае, Ваша честь, политическая партия НДПК. Также, Ваша честь, хотел бы отметить, что это указывается от нарушений со стороны административных органов и их должностных лиц путем справедливого, беспристрастного и своевременного рассмотрения. Здесь, Ваша честь, я согласен с тем, что имеется и приложены к материалам дела особое мнение. Однако, Ваша честь, имеются вопросы, на которые может ответить указанный член Центральной избирательной комиссии. На те вопросы, которые мы в свое время, Ваша честь, во время рабочей группы, во время заседания Центральной избирательной комиссии адресовывали членам избирательной комиссии, мы не могли получить полную, объективную, беспристрастную информацию. Счетом этого, Ваша честь, мы все-таки считаем необходимым вызвать в зал судебного заседания Сарива Ахудея Каблабиковича. Спасибо. Выслушав пояснение, один вопрос, Вы пояснили, что имеются вопросы. Если имеются вопросы, необходимо озвучить какие вопросы, поскольку необходимо удостовериться, что необходимость выслушивания, в том числе по этим основаниям, у суда имеются. Хорошо, спасибо. Поэтому, можете постановить, да, вопросы, какие вопросы? В соответствии с законом об избирательных комиссиях правительской республики имеется предусмотренный статью 20-я полномочия территориальной избирательной комиссии, а именно Пешкетской территориальной избирательной комиссии. На основании какого конкретного полномочия Пешкетская территориальная избирательная комиссия вынесла решение от 19 апреля 2021 года за номером 42-5. Первое. Второе. Какие случаи, в каких случаях в соответствии с законом об выборах депутатов местных, меньших правительственных республики, территориальная избирательная комиссия может признать итоги голосования на отдельном участке недействительными? Следующее. На основании какой нормы закона об избирательных комиссиях Пешкетская территориальная избирательная комиссия может признать избирательные бюллетени, отданные за определенную политическую партию, недействительными? Следующее. На основании регламента Центральной избирательной комиссии необходимо ли Центральной избирательной комиссии выслушать всех заявителей, обратившихся в соответствующие жалобы на решение Пешкетской территориальной избирательной комиссии? вашей точки основной но есть еще вы на заседании избирательной комиссии вопрос рассматривался также как службу существомит в рамках компетенции но территориальной избирательной комиссии также эти люди которые поддерживались Те члены, которые поддерживали Пешкинцы территориально избирательной комиссии, они все время говорили про прецеденты, что это новый прецедент. Но при этом, когда мы пытались выяснить Центральной избирательной комиссии относительно существа этого прецедента, почему они считают это новым прецедентом и почему он должен быть, они не давали этого ответа, но и не давали возможности нам узнать там, пресекая все эти вопросы. И на это у Сарива также было особое мнение, которое не дали возможности там высказать. Поэтому мы считаем, что раз те люди, которые считают, большинство считает, что прецедент есть, мы считаем, что нужно пригласить сюда и выяснить относительно этого прецедента. Я, как представитель и кандидат от партии МДПК, полностью поддерживаю своих коллег, я считаю, что необходимо все-таки пригласить господина Сарива. Также отмечаю, что это единственный член Центральной избирательной комиссии, который мотивировал именно слазь на новое законодательство в отсутствие причины следственной связи по факту именно тех решений, на которые сейчас будет слазь Центральная избирательная комиссия. И также хочу дополнить, что господин Сареев, очень компетентный член Центральной избирательной комиссии, может как раз таки ответить как на вопросы участников судебного процесса, но и на вопросы суда. Других дополнений нет. Выслушав пояснение представителей сторон, суд определил отказать от удовлетворения заявленного кандидатайства о вызове Сареева в качестве свидетеля по данному делу. Согласно статье 49 Административно-працевального кодекса, свидетелем может быть любое лицо, которому известны сведения и обстоятельства, имеющие значение для разрешения спора судом. Вместе с тем, статьей 53 данного кодекса установлено, что обстоятельства дела, которые по закону должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими средствами доказывания. Член Центральной избирательной комиссии Сареева, представитель заявителя, попросил вызвать в качестве свидетеля. Мнения члена Центральной избирательной комиссии полностью изложены в особом мнении. Поставленные вопросы представителям носят правовой характер, на который не может свидетель ответить, на который может дать оценку суд по применению того или иного нормы закона. То есть свидетель, по сути, у него свое мнение. Это не то обстоятельство, которое может подтвердить господин Цареев. Еще какие-либо заявления о ходатайстве будут? Можно вычислить. Пожалуйста. Подан административный иск жителями, а также избирателями города Бишкепка. Это 10 человек. И они здесь прикрепляют к своему исковому заявлению копию жалобы избирателей города Бишкепка в Центральную избирательную комиссию. Если позволите, Ваша честь, мы бы хотели ознакомиться, если это возможно, снять копию с этой жалобы, которая была подана в Центральную избирательную комиссию, а также ознакомиться с доверенностью, выданной Конгонтиевой этими жителями. Это вот сейчас просите, да, ознакомиться? До начала судебного заседания? Это имеет существование? Мнение представителей, поддерживайте. Да, поддерживайте. Мнение, пожалуйста, о Вашем мнении. Уважаемый суд, обратно же, ссылаюсь на административно-процессиональный кодекс о том, что сегодня было судебное заседание, представители Центральной избирательной комиссии знали. могли до этого прийти, ознакомиться со всеми материалами. Также хотелось бы обратить на Ваше внимание то, что, прежде чем назначить данный судебный процесс, Вами, Ваша честь, было вынесено определение о принятии данных материалов в свое производство и о назначении. Соответственно, полнота предоставленных документов, их процессуальная составляющая уже с Вашей стороны проверена. Необходимость смотреть и предоставлять отдельные документы, конечно же, у представителей Центральной избирательной комиссии есть, но необходимость именно сейчас, перед заседанием процесса, не вижу оснований. Ваша честь, можно реплику? Это не займет дополнительного времени, я в ходе процесса могу ознакомиться с этими документами. Это имеет существенный характер для дальнейшего рассмотрения дела. Пожалуйста, копию жалоб вот этих избирателей в Центральную избирательную комиссию, а также копию доверенности праву Агантинова от этих избирателей. Если можно. Кто-то объявляет... Не-не, да? Пожалуйста. Разрешаю Вашу честь, я считаю, что у сторони было достаточно времени подготовиться, выполнить материалы дела, и проявляя уважение ко всем участникам процесса, то, что здесь идет большинственное количество участников, и всех как бы заставить ждать, я считаю, что мы не уважаем к седу, поэтому я не уважаю. Еще мнения будут? Нет? В связи с тем, что решение Центральной избирательной комиссии вынесено также на основе данной жалобы, которая была подана в ЦИК, нам бы хотелось ознакомиться с жалобой, которая представлена, с копией жалобы, которая представлена судом, потому что у нас есть сомнения в ее плотности. Жалоба, адресованная Центральной избирательной комиссии от жителей города. Сажаю, выслушав пояснение представителей сторон, суд определил объявить 10 минут на перерыв, предоставить время представителю Центральной избирательной комиссии ознакомиться с этими материалами. Учитывая, что данное дело рассмотрится в особом порядке в административном судопроизводстве, сроки усеченные, то есть время сжатое и, возможно, сторонам не хватило времени, так скажем. Может быть, по почте имеются доказательства отправки административного иска, приложенных к нему документов. Но, учитывая вот этот процессуальный момент, суд объявляет, что это не так и так и так... Спасибо.